Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Середина июня. Согласно народным приметам, вечерняя радуга в июне предвещает хорошую погоду. Красные облака до восхода солнца к ветру, тучи к дождю. Обильные росы в июне к хорошему урожаю. Частые туманы в июне обещают урожай грибов. А если ночи в июне теплые, ждите изобилия плодов. Приметы приметами. А каков прогноз у синоптиков на сегодня? Днем 25 градусов тепла. 18 июля. В Кисловодском цирке. Спектакль «Клоун». 2, 96, 58. Категория «Нарпрос». Какова роль прокуратуры в защите прав граждан? Кто может обратиться с просьбой защитить свои права? Меняется ли число обращений? Каким способом можно обратиться в прокуратуру? А также в какие федеральные органы, кроме прокуратуры, можно обратиться? И в каких случаях граждане не могут защитить свои права? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой ответит помощник прокурора Карачаевой Черкесии по рассмотрению обращений и приему граждан Алана Барлакова. Доброе утро всем. Доброе утро, Алана Исламовна. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли сегодня к нам в студию. И первый мой вопрос прозвучит вот так. Какова роль прокуратуры в защите прав граждан? И кто может обратиться за защитой своих прав к вам? Деятельность органов прокуратуры направлена прежде всего на укрепление законности, охраняемых законом интересов общества и государства. И при этом защита прав граждан и организации имеет наибольшую актуальность. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных федеральным законодательством и правовыми актами. Значит, каждый гражданин может отстаивать свои интересы по достижению 18 лет. Также предусмотрено и право законных представителей на обращения в интересах несовершеннолетних детей. Наблюдается ли сейчас изменение числа обращений, поступающих в органы прокуратуры нашей республики? И в какую сторону вот эти изменения? Ну, что касается ситуации в республике, в настоящее время число поступающих обращений остается стабильно высоким. При этом, да, наблюдается тенденция к снижению указанных обращений. В 2021 году снижение поступивших и рассмотренных обращений снизилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но снижение поступающих обращений обусловлено, прежде всего, усилением упреждающего характера правопроменительной деятельности органов прокуратуры и учетом при планировании негативных тенденций, имеющих место в отдельных сферах правоотношений. Ну, говоря другим языком, в прокуратуре систематически обобщается результативность работы с обращениями граждан. Естественно, выделяются какие-то определенные сферы правоотношений, где какой-то определенный период, допустим, стабильно высокое количество жалоб. Либо это рост жалоб в этой сфере правоотношений. И, безусловно, при планировании дальнейшей деятельности прокурорской учитываются все эти моменты и принимаются меры к выявлению причин и условий повышения либо стабильно высокого роста обращений именно в указанной сфере. Поэтому планируется проведение проверок для выявления каких-то определенных нарушений до того, как обратиться к гражданинам. А каким способом, каким образом можно обратиться в прокуратуру? И вот в связи с ковидными ограничениями есть ли какие-то препятствия? Личный прием граждан осуществляется в органах прокуратуры республики непрерывно. Осуществляется он как лично, так и путем применения технических средств. Но при личном приеме в связи с ковидными ограничениями в целях безопасности населения и работников прокуратуры в том числе применяются технические средства связи. Такие, как видеоконференции, например. Права граждан ни в коем случае не ущемляются. При этом он может изложить все свои требования. Более того, используются различные формы работы с населением. Это прием граждан в приемной президента Российской Федерации в Карачаево-Черкесской республике, мобильная приемная прокурора республики, тематические горячие линии, выездные приемы, встречи с жителями на сходах граждан и другие. Обращения можно направить в прокуратуру как, я уже сказала, как лично, путем личного обращения, так и с использованием различных источников. То есть посредством единого портала прокуратуры республики, единого портала госуслуг, интернет-приемной, цифровой платформы по работе с обращениями предпринимателей за бизнес.ру и так далее. Разнообразные формы обращений граждан и организации путем применения электронных средств приобретают широкое распространение, и граждане осваивают именно обращение в прокуратуру путем применения технических средств, о чем свидетельствует то, что в 2020 году, допустим, в электронной форме поступило 7% обращений от общего количества поступивших, а в 2021 году их количество уже составило 17%. Алана Исламовна, скажите, в какие федеральные органы, вот помимо прокуратуры, человек может обратиться со своей жалобой, со своими предложениями, и как это можно сделать? Ну, в соответствии со статьей 33 Конституции, каждый гражданин может направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. С предложениями, заявлениями и жалобами можно обращаться в различные органы государственной власти, в частности, в управление президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций, в правительство Российской Федерации, в судебные органы, в органы Следственного комитета и другие. Это могут быть фонды, министерства и так далее. Их перечень достаточно обширна. Вот смотрите, человек направляет в органы прокуратуры свою жалобу, свое предложение. Как разрешается, ну, в определенной тематике, как разрешается этот вопрос в дальнейшем? Ну, указанный вопрос зачастую поступает от граждан, обратившихся в прокуратуру лично с обращением. И здесь необходимо сказать, что только за 2021 год количество обращений, направленных в другие органы и организации для рассмотрения по существу, составило порядка 30%. Но причина этому то, что прокуратура в соответствии с федеральным законодательством не может подменять функции других специально созданных и специально уполномоченных органов, которые уполномочены следить за соблюдением закона в определенной сфере, соответственно, за соблюдением прав граждан. Это могут быть различные сферы, такие как жилищно-коммунальная сфера, транспортная, сфера здравоохранения, любая другая. В данном случае, в случае возникновения определенной проблемы, гражданин должен обратиться в указанные органы по направлениям деятельности. И только в случае отказа в удовлетворении доводов, изложенных в обращении гражданином, либо нарушения законодательства о рассмотрении обращений, то есть не направление ответа гражданину на обращение, либо несвоевременное направление и так далее, в данном случае уже возникает право гражданина обращаться в органы прокуратуры на действия руководителей, либо работников указанных организаций. Вместе с тем, каждый имеет право обратиться в прокуратуру, минуя указанные органы за защитой своих прав и законных интересов. В указанном случае у прокурора имеется 7 суток для направления указанного обращения для рассмотрения в соответствующий орган по компетентности. Но это, как известно, влияет на сроки рассмотрения обращения и не всегда в интересах заявителя, ожидающего скорейшего рассмотрения обращения и устранения каких-либо нарушений в случае их выявления. А в каких случаях человек не может обратиться за защитой своих прав? Бывают такие случаи? Да, не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона и с противоправной целью, а также в иное, заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав в целях ограничения конкуренции, злоупотребления доминирующим положением на рынке. В остальных случаях законодательством разрешено отстаивание своих прав и интересов. Ну что ж, я благодарю вас за такую полную информацию. Я желаю вам удачи в работе и спасибо, что были гости нашей программы. Спасибо вам. В День России на платформе смотрим.ру состоялся финал патриотической песни. Лучшие произведения прозвучали в рамках 12-часового телемарафона «С чего начинается Родина». Карачаево-Черкесию на фестивале представили певица Айка и дуэт Рамина Китаева и Шамиль Мижев. Все регионы страны показали свои таланты. Песни были разные, но их объединяла любовь к родине, родному краю. Особый акцент был сделан на патриотические песни, в которых рассказывается о ветеранах, их боевых подвигах. Участница из Карачаева-Черкесии Айка представила именно такую композицию. И она вышла в финал телемарафона. И сегодня есть возможность послушать ее вновь. Доченька, сегодня же праздник 9 мая. Давай сходим на парад вместе. Мам, да какой парад? Это давно забытый праздник. Я знаю о войне, лишь понаслышке, но вновь и вновь в мои приходят цены. Безусый паренек, совсем мальчишка, который не вернулся с той войны. Сожмется больно сердце от печали. Хоть с той поры прошло полсотни лет, Но снится мне тревожными ночами Мой молодой, мой вечно юный дед. Над миром вновь ликует светлый май, В который раз мы празднуем победу. Мы знаем о войне, лишь понаслышке, Но матерям сегодня не до сна. Ведь подрастают юные мальчишки, А где-то до сих пор идет война. И сколько их еще, Наверно, будет солдат, не возвратившихся с войны. Пою для вас, к вам обращаюсь, люди! Мы научиться мир беречь должны. Над миром вновь бушует вечный май, В который раз мы празднуем победу. Но то, что совершили наши деды, Ты помни, никогда не забывай. Ты помни, никогда не забывай. Ты помни, путь к победе был непрост, Кровавою была ее цена. Ты помни, Бухенвальд и Холокост, И смерть, и страх, что сеяла война. Ты помни посидевших матерей, Солдат, не возвратившихся домой. И похоронки забывать не смей, Все это надо помнить нам с тобой. Какой цельной победа нам досталась. Ты помни, никогда не забывай. Ты помни, никогда не забывай. Другие финалисты из нашей республики Это дуэт Рамина Китаева и Шамиль Мижев. Они представили популярную песню, Которая стала внегласным гимном Карачаевой Черкесии. А называется она «Кавказ». На слова Ильяса Турклиева, Музыку Бориса Турклиева. Яркая композиция о красоте Карачаева Черкесии. Карачаева Черкесии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Капка страна долины гор Странно воспетая поэтом О, горный край, родной Кавказ Не видел ничего на свете Кто-нибудь здесь хотя бы раз Эль-Крус седой укрыт снегами Грудь под небесе ворвавшись из поли Народы гор живут гитками Здесь у подножия верши Кавром альпийские луга Меж горц и тассым селятся Завязь здесь предков никогда Нарушить не осмелятся Начало здесь хрустальных рек И родников прозрачный звон Сиди нам старших с давних лет Здесь уважение закон Странно воспетая поэтом О, горный край, родной Кавказ Не видел ничего на свете Кто-нибудь здесь хотя бы раз Эль-Крус седой укрыт снегами Грудь под небесе ворвавшись из поли Народы гор живут гитками Здесь у подножия верши Пармы парят меж скал кругами Ель вековая вызовет Платочек женский под ногами Раздор мужской всегда прерывет Здесь в каждом доме гостью рады И с ним всегда разделят кровь Для дружбы нет в горах преграды Здесь в святых роде не любят Странно воспетая поэтом О, горный край, родной Кавказ Не видел ничего на свете Кто-нибудь здесь хотя бы раз Эль-Крус седой укрыт снегами Грудь под небесе ворвавшись из поли Народы гор живут гитками Здесь у подножия верши Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» Продолжает программа о самом главном А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой Удачной всем рабочей недели Хорошего дня и встретимся завтра Редактор субтитров А.Семкин